Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящего четверга вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Процент брака минимален, работает четко. Вас снимает видеокамера. Улыбнитесь и сбавьте скорость. К началу 2018 года в Перми появится еще более 70 камер для фиксации нарушений ПДД. Все четыре образца меда мы передали в специализированную лабораторию. Каким медом намазано? Человоды и покупатели ставят под сомнение качество продукции на уличных ярмарках. Очень красивые, знаковые, редкие вещи. Объемный рисунок, обтекаемый штрих, бархатный фон. В Перми показывают графику одного из лучших мастеров 20 века. Пермь снова минируют. Сообщения о заложенных взрывных устройствах, как и в сентябре, поступили от неизвестных. Они сообщили об угрозе взрывов в нескольких крупных торговых центрах. К зданиям прибыли сотрудники оперативных служб. Людей эвакуировали. Ситуацию прокомментировали в Краевом Министерстве территориальной безопасности. 9 ноября в дежурные службы Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города. По данному факту проводится проверка. Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности населения. Напомним, первая волна сообщений о минировании школ, здания город-администрации и других муниципальных учреждений прокатилась по Перми 12 сентября. Кроме того, неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в зданиях авто и железнодорожного вокзала, а также в крупных торговых центрах. Тогда также во всех случаях была проведена экстренная эвакуация. Поймать Кащея. Так сотрудники правоохранительных органов прозвали между собой 29-летнего преступника. Александра Третьякова подозревают в особо жестоком и беспощадном отношении к своим жертвам. Преступление мужчина совершал на территории Перми и края. Это серия грабежей, разбой и убийства. По словам потерпевших, человек легко входит в доверие, знакомится на улице и представляется профессиональным музыкантом. В подтверждение своих слов достает из сумки звуковое оборудование. Хорошо исполняет известные шлягеры. Попав в квартиру к жертве, зверски избивает ее и забирает ценные вещи. На вид ему 27-29 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Может быть одет в куртку темно-синего цвета, удлиненную, от ворот воротника обшит материалом желтого цвета. Может также быть одет в свитер синего цвета, либо серого цвета и штаны спортивные синего цвета. Злоумышленник приехал нынешним летом в Перми с Сибири. Есть предположение, что он причастен к совершению серьезных преступлений и в других регионах нашей страны. Следователи предупреждают. Подозреваемый особо опасен и может оказать жестокое сопротивление. Не следует пытаться задержать его самостоятельно. Всех, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке, просит обратиться в правоохранительные органы. Анонимность и безопасность гарантируются. Внимание! Вас снимает видеокамера. Улыбнитесь и избавьте скорость. К началу 2018 года в Перми появится еще более 70 камер видеонаблюдения. Внедряемая система будет контролировать обстановку на дорогах в Перми, автоматически фиксировать факты нарушения правил дорожного движения. Кроме того, она поможет обеспечить видеомониторинг мест массового скопления граждан. Подробности в репортаже Евгения Гуляева. Улица Старцево. Отрезок фиксации средней скорости по направлению из города уже давно знаком многим автолюбителям. Тем более тем, кто уже получал письма счастья из этого места. А вот отрезок фиксации по направлению в город для многих вскоре станет настоящим сюрпризом. Пока что здесь можно наблюдать регулярно нарушения скоростного режима, но только лишь невооруженным взглядом. А вооруженные оптические взгляды уже устанавливают. Подрядная организация занимается технической наладкой систем фото-видеофиксации по всему городу. Сейчас это улица Старцево, недалеко от перекрестка с бульваром Гагарина. Фиксировать нарушения ПДД в этом месте, начиная со следующей недели, будут уже в обоих направлениях. Новое оборудование, оно всегда лучшее. Плюсы в том, что процент брака минимален, работает четко, производится корректное распознавание номера и автотранспорта. И в сумерке, и в ночи. Пока в городе замеры средней скорости производят на одном участке Старцево. В ближайший месяц на улицах Перми появится еще шесть таких мест. В существующей системе, включающей около 300 камер видеонаблюдения и автоматической фото-видеофиксации, власти намерены добавить более 70. Кроме того, для обеспечения безопасности в помещении автовокзала установят систему распознавания лиц. Все работы планируют завершить до 31 января 2018 года. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Юбилей авиаполка. 65 лет исполнилась воинской части, которая базируется на Прикамском аэродроме «Сокол». Ее главная задача – охрана воздушного пространства Урала. Основу парка составляют современные модификации истребителей-перехватчика МиГ-31. В этом году по гособоронзаказу в полк поступили 6 модернизированных машин. У новой техники усовершенствована система управления. Дальность обнаружения цели – 320 километров, дальность поражения – 280 километров. Самолет способен одновременно обнаружить 24 воздушные цели и поразить 8 из них. Задача полка, как и всегда с момента его формирования, – это защита воздушных рубежей в своих зонах ответственности. Зоны ответственности на момент формирования полка были немножко уже, так как тактический радиус предыдущих самолетов МиГ-17, МиГ-19 был немножко меньше. Дальше с развитием техники третьего, четвертого поколения этот радиус увеличивался. И поэтому задача не меняется, меняется только расстояние, дальности и высоты. Добавим, что в октябре этого года экипажи полка получили отличную оценку по итогам летно-тактических учений истребительной авиации Центрального военного округа в Астраханской области. Наши летчики поразили все мишени, имитирующие вертолеты и беспилотные летательные аппараты на различных высотах. Важный шаг к самостоятельной жизни. В Перми создан правовой прецедент. Несколько выпускников детского дома-интерната для детей с инвалидностью получили статус ограниченной дееспособности. Это значит, что ребята смогут работать, принимать самостоятельные решения. Об этой истории создают документальный фильм. Юлия Зыкова продолжит тему. Герои документального фильма пермского режиссера Ольги Аверкиевой – выпускники коррекционного детского дома. После достижения 18 лет судьба таких молодых людей, как правило, определена на всю оставшуюся жизнь. Пребывание в психоневрологическом интернате для взрослых. Здесь все решения за них принимает руководство учреждения. Они не могут создавать семьи, работать, распоряжаться собственными средствами. Два года назад в юридическую практику вошло понятие «ограниченная дееспособность». И это открыло для ребят с инвалидностью новые возможности. Потому что вместо опекуна при ограниченной дееспособности назначается попечитель. Человек уже может работать, зарабатывать зарплату, он может создавать семью, он может тратить свои собственные небольшие деньги. А попечитель вступает в отношения, когда решаются какие-то серьезные вопросы, такие как продажа или покупка квартир, еще что-то. Пятеро сирот-инвалидов решили побороться за свою самостоятельность. Помогал им в этом благотворительный фонд «Дед Морозим», который оплачивал учебу ребят в техникуме-интернате в поселке Садоягодное Кунгурского района. Там они получили профессии рабочих зеленого хозяйства, садовников. Затем прошли медэкспертизу, после чего суд вынес решение об ограниченной дееспособности. Как говорят ребята, они хотят развиваться в своей профессии, а не быть на полном попечении у государства. Хотят общаться и жить интересно. Я вот лично хочу, как сказать, я просто хочу уже самостоятельно, чтобы мне от кого не зависеть. Да, от того самого же интерната, чтобы мне от кого не зависеть уже. И автор этого фильма, и волонтеры фонда «Дед Морозим» сопровождали молодых людей на всех этапах этого пути. Режиссерская версия фильма «Садоягодное» была показана и на недавнем международном фестивале «Флэртиана». Очень важную роль сыграли все. И пермики, благодаря которым было оплачено обучение ребят в техникуме. И киностудия, которая снимает фильм про это, для того, чтобы донести информацию, для того, чтобы людям было понятно, что происходит. И руководители учреждения, которые пошли нам навстречу. Большая благодарность всем, кто в этом поучаствовал, пермикам. По словам Надежды Ли, примером при каме заинтересовались и в других регионах страны. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. Словно медом намазано. Уже несколько месяцев по Перми кочует ярмарка с богатым ассортиментом меда. В качестве продукции усомнились пчеловоды. Несколько месяцев назад мы уже освещали эту тему. Однако ярмарка как работала, так и продолжает работать, вводя в заблуждение доверчивых покупателей. Репортаж Екатерины Леоновой. Выбор богатый сорта экзотические. Продуктовая мини-ярмарка, базирующаяся на улице Мира, предлагает каштановый, чернокленовый и боярышниковый мед. Для прикамья эти виды – редкость. На плакате указано, что продукцию привезли из заповедника Шульганташ. Правда, продавец почему-то говорит, что пасека кочевая идет с юга России на Урал. Конкретное место сбора не называет. Несколько пчеловодов собираются вот так, с машинами, с прицепными пасеками. Ну, несколько. Кто-то едет на легковых машинах, ищет места, где что-то цветет, куда можно поставить пасеку. Ставят, собирают мед, скачивают и езжают дальше. А Шульганташ – это заповедник? Это заповедник там, где не бывает. Но я же говорю, я уже не качую, я уже из того возраста вышла. Деятельностью ярмарки заинтересовалось Пермское общество пчеловодов. Специалисты связались с руководством заповедника Шульганташ, чтобы уточнить место происхождения меда. По предварительному звонку в этот заповедник он является государственной структурой, государственным учреждением. Нам сказали, что такой индивидуальный предприниматель не приезжает, мед там не собирает. Естественно, просто использовать название заповедника. Вопросы вызывают и полевые условия реализации. Специалисты считают, что есть нарушение. Фасовка проходит прямо на улице грязными руками. И воздух остается. Тара нечищена. То есть это должно все в помещении происходить. Стоимость товара при этом довольно высока. За литровую банку просят около трех тысяч рублей. Местные жители, увидев нашу съемочную группу, поспешили поделиться впечатлениями от покупки. Я унесла просто на помойку, потому что ни цвета, ни вкуса, ничего не было. Может быть, какую-то мешанину мне дали, я ведь не знаю. Консистенция как у меда, но вкус это, знаете, ну химия какая-то. Скорее всего, уверен, что 70% меда здесь просто фальсифицированный мед. Они должны обозначать, что это медовый продукт, потому что приложили уже руку к нему, перемешали его, доработали. То есть это медовый продукт, но заявляется это все как мед. Чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения специалистов, мы сделали контрольную закупку. Мед запечатали в контейнеры и передали экспертам. Все четыре образца меда мы передали в специализированную лабораторию, где проведут пыльцевой анализ и физико-химические исследования. Только после этого можно будет сказать, соответствует ли мед заявленным характеристикам и требованиям ГОСТ. Екатерина Леонова, Валерий Шикунов, телевизионная служба новостей. Полный юмора и печали. Мир Антона Чехова в скульптуре и графике можно увидеть в Пермской галерее «Уникум». Там открыли выставку редких иллюстраций к прозе великого писателя. Показывают и эскизы к известному памятнику Чехова в Москве. Подробности в нашем следующем репортаже. Человек, стремящийся отгородиться от внешнего мира, живущий в страхе и агрессии. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Все это чеховский Беликов, человек в футляре. К одному из самых ярких рассказов писателя 70 лет назад была создана серия иллюстраций. Их автор – ленинградский художник Анатолий Каплан. Это один из лучших графиков 20 века. Его работы хранятся в музеях Ватикана, Нью-Йорка, Лондона, в крупнейших галереях нашей страны. Мы показываем уникальное издание, хотя оно было при жизни художника и издано довольно большим тиражом. Но так как бумага была не очень крепкая, то до нас дошло не такое большое количество экземпляров в хорошем состоянии. Все эти иллюстрации художник создавал в технике литографии, когда изображение сначала наносят на каменную пластину. Обычно это плотный известняк. Его поверхность обрабатывают, протравливают кислотой. После всех необходимых манипуляций рисунок под давлением переносят на бумагу. В середине прошлого века Анатолий Каплан стал в Союзе одним из признанных мастеров литографии. Черты его стиля – объемный рисунок, внимание к деталям, мягкие штрихи, создающие эффект бархатного фона. Чеховскую тему на этой выставке дополняют работы еще одного крупного советского мастера – скульптора Михаила Аникушина. Это эскиз и бронзовая модель к памятнику писателя в Москве. Очень красивые, знаковые, редкие вещи, которые мы тоже включили в эту экспозицию. Два питерских, ленинградских автора в одной экспозиции. Это как-то мы посчитали символично. Чеховская выставка в галерее «Уникум» будет работать до конца ноября. А затем литературную тему подхватит следующая экспозиция. Зрителям покажут редкие книжные иллюстрации к прозе Гоголя и Достоевского – поэзии Пушкина и Шекспира. Это графика, созданная лучшими российскими художниками за последние полтора века. Юлия Зыкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.